Доброе утро! Мы вас приветствуем сегодня 21 июля и сегодня у наших коллег печатного издания Пенсионер тысячный экземпляр вышел. Это же просто какая-то гениальная цифра. Для меня странно, откуда ты это знаешь. Я хорошо сохранилась. Давай знакомиться будем. Наши сегодняшние гости, во-первых, да, поздравляем, Наталья Березнякова, главный редактор, правильно? Да, здравствуйте. Газета Пенсионер и Иван Шихов. Доброе утро, редактор газеты Пенсионер. Давайте самого интересного. Тысяча изданий, тысяча газет. Это много или мало? Иван Михайлович, вам как родоначальнику, наверное, это слово. Ну, кажется, так быстро пролетело 21 год. Мы газеты выпустили, вот. Я даже так успел поставить за это время. Ну, неважно. Издательство много выпускает у нас из всяких изданий. И вот родилась такая мысль. Мама у меня читала газету «Ветеран» в старые времена, советские, СССРовские. И получилось так, что ее не стало в 90-е. Я думаю, а почему не сделать подарок своей маме? Вот. И мы вот родили, условно говоря, такую газету. И постепенно, постепенно она побрела популярность, оказалась к месту вовремя. И вот дошли до тысячного номера. 20 лет, правильно? Существует уже газета? Да. Больше. А вы как давно примкнули к читателю? А-а-а, ну, мы ее родили. Нет, я понял, но это была работа в какой-то момент. 99-й год? Вы стали теми самыми, кто ее стал читать, правильно же? А, я примкнул два года назад. Два года назад. Вам повезло очень, да? Да, да. А могло же случиться так, что, да, последний вагон прыгнули. Да, 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 да. А вот скажите, пожалуйста, как актуальность этой газеты? Ну, 20 лет – это приличный срок, поколение меняется. Что вы делаете и как вы отслеживаете, чтобы людям по-прежнему было интересно? Потому что я думаю, что то, что было интересно 20 лет назад, 100% и изменилось. Коротко говоря, время меняется, люди меняются, а стандарты пенсии остаются, да? Конечно. 13 тысяч получают, получают. На тысячу подняли, хватит. Точно. За 20 лет. Можно я отвечу на этот вопрос? Знаете, на самом деле, когда я пришла сюда редактором в эту газету, я также вот думала, как и вы. Ну, что интересует современных пенсионеров? Ну, медицина, само собой, здоровье, сад, огород, пенсия, собес и так далее. Может быть, этим и заканчивается крутых интересов. Ничего подобного. Они всеядны в самом хорошем смысле этого слова. Им интересна любая тема. Они готовы обсуждать любой вопрос, любую проблему. Нет таких тем, которые бы мы не поднимали на страницах нашей газеты. Несколько лет назад мы проводили даже специальный тематический цикл публикаций по компьютерной грамотности. И столкнулись мы с тем, что когда люди закончили, а тогда действовали несколько лет назад, по всей стране, массово курсы ликвидации компьютерной безграмотности для пожилых людей. Когда они закончили первоначальные курсы, когда обрели некие первоначальные навыки, мы столкнулись со шквалом вопросов по теме, как двигаться дальше. Современным пенсионерам хочется вести свои блоги. Они хотят стать завсегдатаями в соцсетях. Они пытаются найти возможность заработка в интернете. То есть это настолько интересные направления работы, что мы стараемся, конечно, следовать многим со временем, даем им какие-то рекомендации, советы. И в перспективе у нас даже есть такая идея создать небольшой клуб повышения компьютерной грамотности у тех, кто уже освоил первый этап. А тут, я смотрю, уже небольшой клуб есть. Клуб одиноких сердец. И, Ксения, как с вашего языка снято? Познакомлюсь с человеком, живущим на море. 57 лет. 8, 900, 4, 177. Там 4 цифры мужчины. Угадываем. Это у нас регулярно есть. И более того, мы даже собираем такие клубы, где они встречаются. У нас, когда мы первый раз в прошлом, позапрошлом году собрали вот этих людей, потому что проблема одиночества очень сильна, особенно среди городских пенсионерок. Как всегда, ничего возраста не меняется. Да, 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 ничего не меняется. И к нам приехала аж с севера Уральска. В общем, было 65 людей, 5 мужчин и 60 женщин. Они за то, как себя вели, вы можете представить. Там все палки сбросили в сторону, они шли. Мужики. Кроме проблемы семейно-любовной, так сказать, какие проблемы газета уже решила? Вы прям можете сказать, что читатели изменились, не достали они модные благодаря вам. Вот как она повлияла? А вот смотрите, самое важное, что мы хотим как раз успеть сказать в этот кусочек нашего эфира. Мы родили очень классный проект «Осеннее очарование». Когда-то... Это конкурс красоты? Нет. Нет, нет. Это знаете что? Это как типа «Алломы ищем таланты» для тем, кому за 50. А, ну так, так. И кого мы открыли для себя? Вообще масса людей. Вот соседнее здание «Минкульт», когда мы уже лет 10 собирали «Алломы ищем таланты» по всей области. Они говорят, ребята, вы уже не можете быть без нас. Взяли нас под свое крыло, вот, и у чайки на голове «Нас спасибо им, они помогают». И благодаря им мы уже делаем такой вот многостаночный, многоконкурсный, не знаю, трехотапный. Много уровней. Много уровней вообще. То есть это такой, там тысячи зрителей, сотни артистов. Это каждую осень, и мы являемся хедландерами вот этого вот месячника пожилого человека, который каждый год делает в нашей области. Обычно, когда какая-то круглая дата, когда памятная дата, дарят подарки вам. Но мы знаем, что вы пришли не с пустыми руками, и пришли, и принесли нам подарки, и готовы их разыграть. Что это за подарки? Это сертификат, такой подарочный сертификат на три месяца на подписку нашей газеты. Будет очень такой интересный вопрос. Наталья Митеринская. У вас газета, она очень молодая, извините, я перебью. Буква «С» видите, она другого цвета, если ее не читать, то получится «Пионер». Ну, как будто бы это «Пионер». Спасибо за эту подсказку. Вот вы, кстати, уже натолкнули наших будущих участников конкурса, отчасти, может быть, даже на подсказку. А наш вопрос будет, и победитель конкурса получит сертификат, который правильно ответит на этот вопрос. Два сертификата. Вы видите наш логотип «Пенсионер». Буква «С» посередине красная. Вопрос, почему? Почему? Давайте вместе... За меня. Возможен вариант. Тебе нужно дозвониться по номеру 215-44-33 прямо сейчас, чтобы свой вариант озвучить. Им, возможно, вариант Семена, то, что стыдно, правильный. Нет, просто красная буква покраснела. Почему? И, кстати, вы правильно сказали, потому что мы сейчас говорим, молодые, пусть молодые звонят, да? Пусть молодые человек. О, спасибо. Да, 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 да. Вот. Газета «Пенсионер» – это один из интересных и оригинальных подарков для старших. Потому что, когда ты даешь подписку, напоминаешь, какой зовут ли внук или сын, каждую недельку приходит напоминалка. Целых полгода. Спасибо тебе. Я тебе помню. Мы тебя любим. Не просто какая-то кофточка там. 599 недель пенсионер выходит и радует своих читателей. Спасибо вам большое. Поздравляем. Спасибо вам, что пришли. Спасибо. Огромное. Спасибо. Это мы обязательно передадим, Ксения. Потому что, вряд ли, сертификат может быть актуальным для вас еще 30 лет, да, чтобы вы могли им воспользоваться. Спасибо, что пришли сегодня к нам кости. Вам спасибо за то, что пригласили. Спасибо. Ну, а сейчас мы вернемся. Ксения, 30 лет, мы дождемся. Вы пенсионерская. Оставайтесь прямо здесь и ждите. Оставайтесь, оставайтесь.